всем привет приветствую своих первых первых зрителей или посетителей давно мы с вами не виделись уже уже забыла потому встречались забыла слушайте я сегодня знаете чем сами хотела поговорить вот такие мысли всякие в голову лезут нет чтобы вот о чем-то там нормальном думать да я думаю о чем-то ненормальном вот мне интересно узнать что вы думаете по этому поводу вот наверняка вы знаете вот со школьной скамьи что наша земля перенаселена 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 жить негде воды мало ресурсы заканчиваются а войны какие сейчас идут какие жесточайшие войны это конец света это апокалипсис сын хай кто кто думает кто слышал то же самое кому говорили это в школе кому говорили это в книгах все страшно все все скоро сейчас закончится вот вы никогда об этом не думали ребят не размышляли на меня вообще слышно голос есть звук если у меня ротик один открывается ротик у меня открывается или с голосом открывается скажите кто-нибудь звук есть блин одни улыбочки звук и все окей вот так вот говорите мне вы слышали такое что все жить негде ресурсы все заканчиваются я вы знаете вот с детства в этом домом божечки как же страшно как же страшно вот дорасти бы мне там до сорока лет а все закончится а как дальше а как дети будут жить вот я недавно стала исследовать эту тему и какие же подлюбки все таки как нам искусственно внушают этот страх мы и так живем в каких-то своих страхах но помимо вот эти вот вот этих вот домашних наших страхов нам вселяют еще глобальные страхи и заковывают нас в эти страхи какую вообще надежду мы можем иметь на жизнь если вокруг нас сплошной страх я стала как-то эту тему изучать и знаете вчера мне же собираюсь во львов а ехать и мне стала интересная история вообще львова и смотрю историю с 2200 года ребят так вот послушайте история это только львов история война за войной нападение за нападением земли отжимали так что нам в эти времена и не снилось что у нас в это время происходит отжим земли еще очень по-божески можно так сказать придумывается какой-то спектакль какие-то роли раздаются раньше просто этот львов бедный ваш гриш гри завоевали завоевали завалю он горел там сто пятьдесят тысяч раз в итоге приходили к ворота с другой стороны либо вы сейчас нам сдаетесь и вы наше государство либо вам пипец и те бедные уже о боги мы только восстановили этот львов хорошо берите нас только просто ну как-то дайте нам жить потому что из войны не можем вылезти а тамерлашка что дело тамерлашка он где шел там и просто вот забирал все и нам сейчас говорят что какие войны да у нас сейчас точечные войны по сравнению с тем чтобы тут точечка и тут точечка вы понимаете я к чему хочу сказать что это было всегда всегда был разврат проституция геи лесбиянки войны убийство это было всегда но нам почему-то внушают что мы находимся вот на этом вот на этой грани да как в церкви всегда всего сейчас такое сейчас такой апокалипсис сейчас будет вот я блин бедненькая с детства жду этот апокалипсис мне вот сказали когда я была маленькая еще наверное лет восемь и я с детства его жду вы понимаете в каких мыслях вот живет ребенок в этом страхе я помню что жила в сильном страхе апокалипсиса что все всю водичку выпьем всю нефть высосим понимаете и а самое интересное у меня была одноприятельница у нее дедушка был ученый и он ей сказал она мне это сказал лет десять назад я просто запомню эту фразу не сказал деточка он говорит своей внучке запомни никогда не верь если тебе скажут что у нас заканчиваются ресурсы заканчиваются нет или заканчивается что-то еще никогда этому не верь у нас столько ресурсов этих что хватит там на цать цать не знаю сколько миллионы лет это все специально выдуманное чтобы повысить рейтинг скажите мне слово повысить повысить это знаете когда я чувствую я народный целитель с дипломом которая получала на луне переучивалась подтверждала как квалификацию на марсе или что такое я набиваю себе цену вот это тоже самое нам это все дело для того чтобы повысить налоги и чтобы там светлые люди зарабатывали как надо сделать надо придумать спектакль в нас нам это все просто внушать чтобы поднять эти тарифы поднять налоги а нас никто не беспокоится ни одно государство не хочет сделать так чтобы нам было лучше у меня сейчас в чатах там по тайге моют эти чаты ним люди обсуждают горение тайги они молятся они куда-то хотят написать давайте молиться вместе люди вы чего вы чего это надуманно это плановое надуманное и никто не будет это тушить потому что это плановое потому что на этих местах будут строить заводы эти земли нужны а выруб тайги как бы просто ну как бы как-то совсем да откровенно поэтому к чему я хочу сказать ребят что вот если вы действительно это к чему я все говорю вот мы говорим кто тебя обидел никто меня не обидел я хочу людям донести что когда им внушают о страхах чтобы они не поддавались на это пожалуйста не поддавайтесь на это да нам скоро внесут налог на воздух естественно вы знаете когда-то в детстве кто-то сказал что в магазинах будет продаваться вода вода простая вот как вы сейчас идете вот с теми бачками наливаете воду да вы чё гоните ну так не такое слово сказать не может быть ну минеральная может вода продаваться да там я добываю там не может что такая вода продавалась просто вот пожалуйста вода продается вот поэтому я думаю что совсем скоро у нас будет налог на воздух ну вот и к чему в общем какой мысль я хочу донести до вас ребят мы так живем все в своих вот этих вот страхах ордовых страхах да но мы не можем с ними справиться у нас плечики хлипкие не можем справиться от эти но когда еще вешают на нас глобальные вот эти страхи о войнах о чем-нибудь еще пожалуйста не не поддавайтесь на это просто не поддавайтесь старайтесь абстрагироваться от всего этого и жить своей жизнью и поймите что это тайга должна сгореть и ничего вы не сделаете это как горел у нас сейчас лос-анджелес самое интересное в трех местах калифорнии самые дорогие районы горели вот блин никак вот загорелись в один миг причем не было жарко знаете когда у нас там какое-то лето такой 50 градусов ну ладно хорошо но это интересно вот горит именно самый элитный район но вот как бы бедняки то тоже живут не почему у них не горит а потому что не такая страховочка понимаете а тут горы малибушечка сгорела вся все погорела страховочка тут же все это оплатила и самое удивительное я очень подозрительный человечек очень подозрительный самое удивительное что сразу же после пожарчика пошли проливные дождички которые никогда не бывают в лос-анджелесе дочь лос-анджелесе бывают только зимой и это очень редко то есть это аллилуйя восемь раз мы должны петь этому дождю а тут сразу пошел пожар дожди прошел пожар дожди дожди все через ну не знаю месяц-два малибу цветет и пахнет строятся новые дома самое смешное когда открыла youtube и в facebook и посмотрела на фейсбуке внимание собираем пострадавшим денежку пострадавшие из малибу нуждаются в денежке что вы чё упали люди кто нуждается в денежках пострадавший в малибу которые миллиардеры живут у которых застрахована даже какашка которая из них выпадает чего это за развод ты понимаешь везде сплошной развод поэтому вот так вот кто-то переживает за тайгу просто вам надо смириться и за это не переживать никому не нужны эти бедные зверюшки которые выбегают что там зверюшки людей шки никому не нужны нас не жалко никому ниб tried to даже богу нас не жалко потому что вы тоже не испытываете жалость к муравейнику когда там один муравей сломал ножку а если это еще маленький муравей вы не стоите и не думать и боже бедненький муравейщик и вы им не спасаете вот точно так же и нашему создателю нас не жалко потому что мы это муравей И это наша обычная жизнь. Умирать, рождаться, ломать ножки, ручки, страдать на этой земле. Вот все думают, что ой, я боюсь в ад попасть, я боюсь в ад. Ну, как бы вы уже в нем, welcome. Мы уже здесь мучаемся. Поэтому, чтобы жить, я думаю, более-менее с легкой головой, надо понять вот такие вещи, что, ну, как бы, не надеяться на государство, на пенсию, не надеяться там на своего правителя, да даже на своего мужа, на своего ребенка не надеяться, на Бога не надеяться. Ни на кого не надеяться, просто, примерно, вот такая вот жизнь. А как же постулат «Бог нас любит»? Так специально сделан такой постулат, ну, овечкам же надо сказать. Вот вас, мне, знаете, мне интересно, ладно, если в вашей жизни, тьфу-тьфу, там ничего не постучало, не происходило, такие, ой, меня Бог любит, меня Бог любит. А что говорить тем мамам, у которых там дети вот рождаются, больные и умирают тут же, что-то с ними случается, ребеночек вышел на улицу и попал под машинку, какая-то дура пьяная села или на... То есть, ну, как бы, что там, Бог любит? Или он так любит, что вот ребеночка под колеса сует? Вы до сих пор не понимаете, что мы муравьи? Нет. Мы такое низшее создание по сравнению с нашим создателем, кто нас создал. Мы такое вот элементарное, это инфузория туфелька, что нас там еще любит... Извините, а можно я спрошу? Вот те клеточки, которые у вас живут, да, внутри, вы их любите? Вы реально беспокоитесь, когда у вас случился поносик, а у них там случился потопик или когда цунами, да? У вас поносик, а у них там цунами. И что вы их оплакиваете, сидите над унитазиком? Я же вас так любила. Вы же Бог для этих клеток. Вы реально Бог. Эти клетки никогда не выберутся из вас. Они думают, что это космос, они думают, что Боже, вся Вселенная. Понимаете? Они никогда не узнают, что тут за пределами есть что-то еще. Это матрешечка. Матрешечка, мы матрешечка. Так вот и мы живем и думаем, ой, нас Боженька так любит. Но знаете, когда ты живешь с любовью и с надеждой на любовь, тебе так жить легче. Ты живешь, надеешься. А потому что в твоей жизни случается, не в твоей вообще, в человеческой, простите, случается, умер ребеночек у мамочки. И она первая же сказала, а как же Бог, как же Бог, моего ребенка позволил, как же Бог. А потом, знаете, что ей в церкви говорят? Значит, Боженька себе забрал твоего ребеночка. Смотрите, какие вы молодцы! Как мы все ловко придумываем. Уже придумали, что Боженька себе ребеночка забрал. Ну так легче. Так легче себя просто обдурить. Надо по-другому себя дурить. Дурить свой мозг, который нарочито хочет сказать вам, что все фигово, и жизнь у тебя дерьмо, и денег у тебя нет. Вот здесь надо дурить свой мозг и говорить, да нет, все классно, все классно. Я сейчас, кстати, сделала видео про слова коды, загружу сегодня в ленту про слова коды. Мозг дурить запросто можно. Вот как люди, как правительство, как все, кто над нами дурит нас, клопов, так и мы можем дурить свой мозг. Понимаете, вот один другого дурит. Дурить мозг очень легко. Мозг не понимает, что этого на самом деле нет, или это на самом деле есть. Вы можете сделать такой эксперимент. Не то, что сделать. Вы все уже в жизни делали такой эксперимент. Когда что-то случилось, у вас начальник козел, и он козел страшный, вы приходите домой, ложитесь в постелюшку свою, рученьки сложили, и понеслось кино. И началось. А я ему так сказала. А я ему этот. И мы же начинаем вот это все на кровати. Может, а мы смелые, и все. И все там мы им сказали. Что случается с пульсом? Поднимается пульс. А знаете, почему он поднимается? Ну, нервное окончание. Вот так вот все в организме устроено. Потому что мозг, вот эту всю картинку, которую вы себе нарисовали, лежа на кроватке, он воспринимает за реальность. Выбрасывает гормоны. Это все он думает реально. Вы только лежите тут, пытаетесь заснуть, а мозг думает, что все реально. И он реагирует, посылает за сигналы. Там все это происходит. Так почему, если вот в эту плохую сторону мы можем так сделать, давайте с вами сделаем в обратную сторону, что все офигенно, все прекрасно. Слова, коды, которые мы должны постоянно повторять, чтобы избавиться от этого негатива, постоянно висящего в нашей голове. Ну, на улицу тут выйди, вот я выйду, я все, я не могу. Господи, у меня такая нервная система, такая нервная система, хлипкая для жизни в этой местности. Понимаете? Поэтому вот это чувство радости, ну, не знаю, какая там у вас мечта, я хочу поехать, куда, я не знаю, на Майорку. И вот вы должны в себе расшатывать, расшатывать вот это вот, я там, я там, смотреть картинки, чувствовать, чтобы все ваше тело чувствовало. Как работает визуализация? Она так и работает. Доска желаний. Только мы забываем на эту доску смотреть. Не просто посмотреть, вкусить то, что там нарисовано, и прожить, пропитаться как губка. И тогда ваш мозг подумает, что, блин, вы там. И вот эти вот все вибрации притянут то, что вам нужно. Намедитировать. Правда, что все с нами происходит, происходит не случайно. Естественно, ни единого пука вашей жизни не раздастся случайно. Ничего. Читайте, пожалуйста, да. Мне тут говорят спасибо. Можно ли намедитировать конкретно недвижимость благодаря курсам или нет? Я считаю, что нет. Вы знаете, вы можете медитировать хоть до поносика, но если недвижимость на вас не свалится. Не свалится. Чтобы купить недвижимость, вы должны иметь какой-то бизнес или такой источник дохода, через который можно получать деньги, но по каким-то обстоятельствам, допустим, да, вы получаете меньше, чем хотелось бы. То есть я не понимаю, зачем обманывать воспитательницу, которая получает 6 тысяч рублей, что вот заплати мне 20 тысяч, приди на мой курс, и я тебе намедитирую жилье. В смысле как? Понимаете, есть такое в энергетике понятие прыгать через ступеньки. Вот я у тебя беспрошу, сколько ты денег хочешь, ты зарабатываешь 20 тысяч, ты скажешь миллион, 100% миллион. А тебе как бы не кажется, что вот этот вот гэп, как на русском, это вот пропасть между твоими 20-ю и миллиона, он очень большой, и ты энергетически не в состоянии перепрыгнуть туда. Ну, просто невозможно. Зачем тратить свое время, зачем обманывать других, чтобы вот это вот давать надежду, что дать им миллион? Нет, если ты зарабатываешь 20 тысяч, ты можешь зарабатывать 30 тысяч. Давай мы вот сейчас как-то придумаем, как зарабатывать 30-ку, да? А потом из 30-ки там в 50-ку. То есть реальные какие-то шаги надо делать. А как побороть страх, чтобы сдать на права? Ну, не то, что на права. Какой вообще страх? Вы боитесь за руль садиться? Или именно экзамена боитесь? Вы должны пережить самое ужасное, что с вами может случиться. Переживите этот страх. Я не знаю, чего вы там конкретно боитесь. Возьмите его, просто переживите. Дайте своему мозгу пережить. Вот лягтесь, выберите, и представьте самое ужасное, что только может с вами случиться. Знаете, когда я попала в шелтер для бездомных, и прожила там в этой тюрьме, когда я второй раз попала, я пришла такая, ха, 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 да мне не страшно, как бы я уж тут все знаю. Я пережила этот страх. То есть, ну, все. Вот зачем, например, у женщины ребенок умер? Чтобы что? Да чтобы ничего. Вот вообще, чтобы ничего. Почему вы в этом ищете какой-то... Чтобы что? Да чтобы ничего. Просто этой душе, которая зашла в ребенка, физическое тело, был отведен такой срок жизни. Вот ей был отведен этой душеньке. Душенька воплотилась через очередного ребеночка. Она же не могла там сразу через взрослого воплотить. Она воплотилась, и она прожила столько, сколько надо. Потому что здесь мы не живем в этом воплощении. Жизнь настоящая в другом месте. А здесь мы воплощаемся на определенный период времени, чтобы что-то сделать, что нам надо, чтобы наша душа подросла, что-то исправила, что-то поняла. Это весь вот этот спектакль в человеческих телах только для роста души. Эта душа там в каком-то воплощении что-то намутила. Намутила, и вот бах сюда, давай-ка. Ну, отработай тут пять лет, да? А мы же, когда ребеночка с вами рождаем, мы же его не принимаем, что это душа откуда-то оттуда. Нет, это наш ребенок, это вот. Нет. Это наша упаковка из нашей плоти и крови, и сперм. Упаковка от нас. А в эту упаковку поселили, ну, вообще, как бы, оттуда. И мы так то же самое. Поэтому вот это, вы знаете, искать ответы на вопрос, почему ребенок умер, или почему с ним так... Это бессмысленно искать его. Не забивайте себе голову. Надо понять, что смерть на этой планете Земля это очень обычное состояние. От этого никто не уходит и не уйдет. Кто-то раньше, кто-то позже. И это зависит от того, для чего душа пришла в это воплощение на эту Землю. Что ее надо отработать. Часто бывает ожидание, реальность не совпадает. Мечтаешь, как отдохнешь, где-то сказочное. В итоге неприятности могут случиться. Вы знаете, я говорила это на прошлом эфире. Наша самая большая ошибка – это ожидание. Это самая большая ошибка, которую можем мы допустить не только в отношении к человеку. Я нашла себе мужчину, и почему-то я в своей голове придумала, что он великолепен. Я сама в своей голове. Почему я это придумала? А потом бах, и реальность. А она не совпадает. Почему она должна, собственно говоря, совпадать? Так вот то же самое и с отдыхом. Не надо ожидать. Не надо ожидать. Отпустите это. Скажите себе, что что бы ни было в этом путешествии, я приму это как... Как сказать? Слово подскажите мне. Как экспириенс. Короче, мы сами себе надумываем. Как ты думаешь, мужчина, который изменяет регулярно с разной, может, как утверждает, любить свою жену. Но у него вот такой вот, вы знаете, как бы любовь, люди-то по-разному испытывают. И горе они испытывают по-разному. Вот человек испытывает так любовь. Человек, вы нашли себе человека, который живет на первых двух чакрах. Я уже об этом тоже говорила. Я никогда не поверю, что на этой планете, вот тут вот сейчас будет жить человек, который живет там на шестой чакре, да, на самом последнем. Говорит, вот и будет вас учить жить. Человек, живущий вот на этих чакрах, он уже здесь не... Ну, как бы ему здесь не место. Его быстро заберут отсюда. Мы здесь все с вами живем, на нижних чакрах. Но кто-то из нас выбивается, поднимается вот сюда вот посерединочке. Чуть-чуть повыше. А человек, живущий на первой и второй, это стабильность и секс. И он с этим ничего не может сделать. Вот он любит вас. А пищу... Ну, вот надо пристроить и все, понимаете. Вот он... Вот встанет, как хвостик у собачки, и все. И все. И руководит им. Он гораздо сильнее, чем человеческое сознание в данном вот экземпляре. Потому что человек живет на этой первой чакре. И у него такой уровень развития. И вы ничего с ним не сделаете. Не перевоспитаете. Ничего. Он пришел на эту землю, в это воплощение, вот на этом уровне. И он должен сам подрасти. Поэтому, заключая отношения вот с таким вот человеком, вы спросите себя, как бы я готова принять, что мой молодой человек, что мой муж живет на первых двух чакрах. Ну, это же нормальное развитие. Да, я готова принять. И принимайте тогда, и не бубните. А если у вас, как бы, повыше там, да, и для вас это неприемлемо, ну, тогда надо искать другого. А, ну, любовь может быть такая любовь. Конечно, материальные мысли. Естественно. Захар, дорогой, я уже провела долгое количество эфира. Давай ты уже будешь вникать по пути. Какой рост души у ребенка, который разбивает машину? Ребенка. Ребенок – это физическое тело. В физическом теле – это ребенок. Душа там сидит, не ребенка. Понимаете? И какой рост у души, известно только там. Мы с вами не можем об этом знать, но, конечно же, если не обратиться к какому-нибудь там суперодаренному медиуму, который может вам сказать. Ой, слушайте, ну, вы знаете, если вы не верите в души и вас просто закапывают, как бы я не против. Ну, как бы у вас, значит, и закопают просто, а у меня немножко по-другому. Ну, у меня, как бы, знаете, я даже не хочу эту тему обсуждать. Вот, если вы мыслите на том уровне, что вы просто вас закопают, и все. Ну, как бы я немножко на другом уровне мыслю. Как можно научиться отказывать людям вечный страх, чтобы не обиделись, что подумают, что скажут кошмар какой-то? Фу, мне не нравится уже ваше вот это вот сообщение. Оно так вот жертвенностью вот фонит и пахнет, потому что вы очень боитесь сказать то, что вы чувствуете. Для вас не важно то, что вы чувствуете. Главное, чтобы всем было хорошо. И все люди на этой планете, они будут этим пользоваться. Понимаете, когда дают, человек берет. Вот то, что вы, вот если у вас можно это взять, у вас и будут его брать. Я вам не скажу особой формулы, как сказать, чтобы человека не обидеть. Да пусть обидится. Да пусть обидится только потому, что это хам. Человек невоспитанный может использовать другого человека. Да пусть обижается. Поэтому в моей методике говорится вот так вот прямо. Я не буду тебя принимать на летних каникулах, потому что у меня отпуск у самой две недели, и я хочу просто побыть одна. И это будет говорить о том, что вам важно, что чувствуете вы, и вы не жертва. А когда вас все юзают, и вы думаете, господи, как мне это все надоело. Ну как же им сказать, чтобы они не обиделись. Да пусть обижаются хоть десять раз. Обижать человека, бойтесь другим, бойтесь обидеть человека предательством. Украсть что-то у человека, поступить с ним плохо, плохо, но не постоять за себя и за свои желания. Не будет бы я там еще беспокоилась, что люди обидятся. Да на меня вообще все в обиде. Все, вообще все. Все самые близкие родственники. Я так рада, серьезно, что они на меня в обиде. Хоть не достают, блин. Кого не послушаешь, боже, такие проблемы, эти родственники. Вечно что-то делят, вечно решают, вечно нравоучение. Вот все вообще, вот все. Я еще ни одного случая не видела, чтобы сказала, вы знаете, у меня такие замечательные родственники, такие вот свои профессора, и вот это поговорить, есть о чем, и вот все так вот прекрасно. Всегда что-то происходит. Всегда. Да зачем оно мне-то надо? Я вот забилась в свою норку, живу одна без родственников, просто кайфую. Я такая наглая, да? Спасибо, Юлечка, за доброе слово. Были поклонники, много лет любили, но не взаимно бывало, что вы вывели из себя, и я грубила. Ну, как бы, и в чем беда? Тут вы просто не нашли своего человека, они настырно хотели поклонничать, прям вот поклонничали настырно, и вам это не нравилось, вам не нравились эти вибрации, вас это раздражало, и поэтому вы грубили. Потому что тоже, наверное, как бы боялись, как бы, господи, как же сказать, идти ты нафиг, ну как же не обидеть человека, человек-то вот поклонничает, да? Тоже такое вам могло быть. О, я не знаю, уже в долгу перед ними, я потеряла мысль. Вот как побороть страх перед экзаменом? Я только что сказала, как перебороть страх за права. Вот скажите, вы не сдадите экзамен, вы не сдадите права, что глобально изменится? Что? Тайга перестанет гореть? Или дети умирать перестанут? Ничего в этой жизни для Вселенной не изменится. Муравей придумал себе проблему. У него есть какая-то школа муравьиная лесная, и там есть экзамен. И муравей не сдал этот экзамен. Он говорит, о, боги, конец света, как же дальше? Вот в этот муравей ничего в жизни не изменится. Пересдадите экзамен. Подучите еще, еще раз сдадите. И еще раз, и еще раз, и еще много-много раз. И все. ГАИ, экзамены любые. Ничего в жизни не поменяется, и ваше. Поменяться может только от страха, который вас задушит. Вы сами себя будете уничтожать. И говорите, я не сдала, я дура, я глупая, что я скажу маме, на меня выбросили деньги, я не сдала, я не сдала. Вы будете себя само уничтожать. На самом деле, ничего страшного нет, что ваш ребенок не сдал какой-то экзамен, вы не сдали. Это тфу для этой жизни. Есть анекдоты, когда писем встает, мозг, да, отрезать мужу эту чакру нафиг. Ну, я не знаю, вот опять-таки же, знаете, нет, не все мужчины живут на первой чакре, но вот есть такие женщины, которые могут отрезать чакру, и продолжать его любить. Вот по себе сказать, опять-таки же, наверное, как бы сильная такая натура и какое-то самоуважение уже к сорока годам. Вот если бы я обусловила, заметила, приметила, я бы отпустила сразу. Хочешь чакриться? Пожалуйста. Ну, это я, а вы другие. Можно ли своими вибрациями привлечь изобилие в жизни? Что такое изобилие? Вы идете, вибрируете, и тут прорывается какой-то кран в банке, и оттуда текут вам деньги. Вот прям вот вас в движи, такого не будет. Что такое изобилие? Это возможности. Когда вы начинаете думать иначе, вибрировать иначе, открываются у вас мозги для видения чего-либо. Все в вашей жизни складывается ладненько, как пазл. И уже исходя из этого, идет изобилие. Не изобилие отдельно ворвется в вашу жизнь. Вот его не было, вы работали воспитательницей, а ваш муж с лесарем, и вы одна. И вдруг именно вашему садику стали платить там по 100 тысяч. Такого не будет. С вибрациями, с медитациями у тебя открывается сознание. Ты работала воспитательницей и вязала тапочки. И когда ты стала вибрировать там другими вибрациями, ты подумала, боже, как я хорошо вяжу тапочки. И нравятся они всем моим соседям, и всем, кто работает в садике. А почему бы мне эти тапочки не продать? А вот до медитации ты бы сказала, страшно, кому они нужны, все вяжут. А после медитации ты скажешь, да, действительно, а ну-ка, сейчас как мне узнать, как мне сделать хороший инстаграм, как мне сделать сайт? Это то, что приходит после медитации. У тебя открывается твое сознание, открываются потоки. И ты видишь то, что раньше ты не видела. И таким образом к тебе в жизнь придет изобилие. Ну или, может быть, у тебя какая-то тетушка миллионерша живет во Франции, она скончается, и вот тебе передаст вот эти вот все особняки и миллионы. Ну, это скорее более редкие случаи. Все равно не узнаем правду, пока не умрем, поэтому лучше верить в реинкарнацию. Я изучала астрологию, все больше верю в поселение души. Да, я тоже увлекаюсь астрологией, но как бы не на вашем уровне, а не интересно. Вы знаете, я могу вам точно сказать, вот опять-таки же, когда ты начинаешь медитировать, тебе вот что-то вот сверху оно идет, вот вливаю тебе что-то, какие-то знания. Я могу сказать одно, что нет ни одного ребенка, который бедненький, болен здесь, вот физическое отельце его больно, чтобы он получил не по заслугам своей души. Это душенька. Это душенька что-то натворила и перевоплотилась в такое уже тело. Поэтому вот я всегда вам говорю, бойтесь кого-то обидеть, другим, не отказать человеку, а просто бойтесь быть скотиной, мерзкой. Видите, человек нуждается в помощи, там какой-то инвалид не может у нас в России залезть, помогите ему. Что-то еще, видите, нужна ваша помощь, срочно отреагировать, помогите, делайте добрые дела, будьте солнечным человеком, заходите в магазин и улыбайтесь, желайте доброго здоровья этому продавцу, распространяйте от себя вот эту вот вибрацию положительную. Вот где бы вы ни появлялись, ой, эта жена пришла, ой, когда она такая святоклассная, приходит такая прям, или вы пришли, а, эта сучка пришла, которая вечно всем недовольна. То есть, вот вы должны чем заниматься, чтобы в следующей жизни вас не посадили в обезьяну какую-то больную. Как избавиться от кармических долгов, если накопилось очень много? Это, Игорь, это тема не на одну минуту, мы об этом говорили. На каком курсе мы говорили? На антижертве или на мечте быть, мы говорили? Мечта быть очень хороший курс, где как раз-таки я подробно говорю, почему мы, блин, не богатые. Вот знаете, мне так вот нравится, когда мне пишут девочки, допустим, сделали они, когда медитацию, говорят, Юлис, сделали кувшин, не идет, нету денег, не идет. Сделали еще раз, не идет. А вы знаете, вы когда проходите, вот кто проходил курс мечте быть, я подробно объясняла, почему не идет. Давайте посмотрим на вашу жизнь с другой стороны. Мы же все такие для себя святые, где плохо лежит, то всегда возьмем. Где ж можно что-то тянуть на работе, это ж на работе, что-то ж не кража, это ж нормально. Вот такая вот наша жизнь. Мы тырим из-под носа друг друга, мы тырили в школе, тырили в юности, тырили на работе, мы делали какие-то пакости, мы завидовали, мы вот тут сплетничали. Но мы хотим после кувшина богатство одно, и почему-то он мне не помогает. Так вот именно в курсе мечте быть я рассказываю, почему это не помогает и не поможет. До тех пор, пока вы не уйдете в глубину, не перекопаете все, где вы кому накекали в жизни, где вы у кого-то что-то взяли, не вернули ваши долги. А что, банк, это разве тоже на меня так распространяется? Да. Кто вам дал право денег брать у банка и не платить этот долг? Кто вам дал на это право? Деньги – это энергия. Не важно, где вы взяли, в банке, хоть в сранке. Это энергия. Вам не дадут, пока вы не расплатитесь со своими долгами. Поэтому я вам очень рекомендую пройти этот великолепный курс. Слушайте, ну как, к чему жизненный опыт привел меня? Ну, вот вы видите сейчас продукт, к чему меня привел жизненный опыт. То есть, если бы вы меня видели сколько, шесть лет назад, не сейчас, ну вы бы меня даже не узнали. Это два разных человека. «Как напомнить подруге возвращать долг? 50 тысяч уже четвертый год». Вот смотрите, какой интересный вопрос. Как напомнить подруге? Как? Вот вы знаете, я вас удивлю, подойти к ней и сказать, «Маша, ты мне четвертый год должна 50 тысяч. Отдай мне их. Она вам не отдаст». Знаете, почему? Она брала, чтобы не отдать этот долг. Просто вы такая тряпка, простите меня, пожалуйста. И она вам не подруга. Потому что подруга так не поступит. Она не подруга, она вас просто использует. А вы тряпка, которой позволяете. Сейчас сидите и мучаетесь. Как мне сказать? Как? Я же, я бы сказала, но я же боюсь ее потерять. Она же у меня подруга. Она во мне подруга. Не подруга. Ее не надо бояться потерять. Ее надо бежать от нее. А я вам предлагаю сказать ей так. Ты знаешь, Маш, Галя, Валя, я ждала 4 года. Ждала 4 года, пока ты мне вернешь долг. Раз ты мне не возвращаешь этот долг, значит, я в своих мыслях. Отдашься внимание. Посылаю тебе такое, чтобы эти деньги мои не пошли тебе во благо. Не отдаешь деньгами, подруга, будут с этого момента себя брать здоровьем. И уйти. И забыть, что это ваша подруга. Бороться с ней не надо. Не надо ей звонить и говорить каждый день верни мне, верни деньги. Подруга так не поступит. Вот этот человек будет отдавать своим здоровьем. Просто вы ему об этом скажите, он не знает. Знаете, почему он не знает? А потому, что вы сейчас ее как бы оправдываете, вы как бы хотите вернуть свои деньги, но оправдываете ее. И в энергетическом мире над ней светится такой ореольчик. такой ореольчик. Ну вы же якобы оправдываете, она же ваша подруга. А вы перестаньте ее оправдывать. Подойдите к ней и скажите, я очень долго ждала, мне действительно нужны эти деньги. Я тебя занимала, как подруги, выручала тебя из беды. Раз ты мне не отдаешь эти деньги, теперь запомни, подруга, что каждый рубль с тебя возьмут здоровьем. Когда ты поймешь, что пора вернуть деньги, приди ко мне, верни деньги, и все с тобой будет в порядке. Только так. Сейчас вы скажете, да я дюма какая. Да, я такая ведьма. Капец. Я ненавижу несправедливость. Я ненавижу, когда друзья выдают себя за друзей и пользуются другими людьми. Я ненавижу, когда пользуются другими людьми. Меня просто колбасит, колодит. И таких людей мне не жалко. Только, пожалуйста, не пожалейте свою подругу ни в коем случае, когда начнутся с ней происходить всякие. Вы дадите посыл в космос, что пора расплачиваться, подруга. Начнут с ней происходить всякие чудеса. Жалеть ее не надо. На вас все перейдет. Она должна ответить за это. Простите всех и забудь. У меня есть средний палец. Простите забыть. Вот так вот. Схерали. Скажите, пожалуйста, простите забыть. Ой, да, меня же смотрят дети. Кстати, мне такие выговоры, 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 пишут мне. Нет, я в отпуске выхожу в эфир по желанию. Возбудилась и вышла. Я сублимирую, понимаете ли. А если мать такая, как вы говорите о родственниках, поговорить с ней о чем, уходить от матери, уходить и просто сказать, мам, я не буду с тобой общаться до тех пор, пока ты меня вот так терроризируешь. Тебе нужна какая-то помощь? Вот нужна? Вы знаете, что ваша мама не справляется без вас. Вот каждый месяц ей отправляйте там денежку, что-то, я не знаю, по желанию, по сердцу своему. Но вас никто не просит с ней общаться. Она вас разрушает. Почему вы такая жертва? Вы должны... Неважно, как зовут этого человека, тетя Галя или ваша родная мама, если она вас разрушает. Вы личность. Никто, ни мама, ни тетя Галя, ни папа не может вас разрушать. Сегодня поругалась с мужем из-за его жадности, из-за нектарина. Говорит, что оставил себе, ты свои съела. Ужас, я разочарован. Что делать? Не хочу с ним разговаривать. Хотрин извинился. Не знаю, дорогая моя, что делать. Это вы выбрали такого мужа. Я думаю, что он как бы не на 20-м году жизни пожалел для вас нектаринок, а, наверное, как бы у него были предпосылки. Что мы выбираем таких, девочки? Ну, вот что мы выбираем таких-то, а? Ну, конечно же, с мужем надо обязательно поговорить и объяснить ему, почему вас это обижает. Вот прям, вот прям, не жалея его, спокойненько все объяснить. Пуританское воспитание мешает мне создать свою семью. понятия не имею, что вам делать. если у вас не создается семья, значит, не надо ее создавать насильно, потому что порой она не создается, ну, как бы не в этой жизни. Но нам же не терпится, нам же надо, как бы все же создают семью, а мы никак, все. Мы индивидуальны. Вот кому-то трое детей, кому-то один, кому-то ни одного. Мы индивидуальны. Поэтому если семья не создается, но она как бы из-за чего-то не создается, почему у вас такое воспитание? Вот вы выбрали его, вы не хотите от него отказаться, а может быть, если вы от него откажетесь, какого-то придурка встретите, ну, не знаю. Я бы, вот под всех бы открыли космос. Если в детстве я не могла помогать родителям по хозяйству, значит, что я нарушила закон энергетики. Они всегда требовали. Не помогала, потому что не понимала, не умела, не интересно было. Не, ну, зайчик, ты что? Какие, ну, вообще? Что значит? Нет, 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 ничего ты не нарушала. Ни в каком-то недолгу. Вы запомните, лапочки, деточки, запомните. Когда мы рожаем деток себе, мы не рожаем их по законам энергетики для того, чтобы они нам воду принесли, чтобы они нас обеспечивали или что-то еще. Мы рожаем их эгоистично для себя. Поверьте, для себе. А потом уже, давай, ребенок ничего не должен своим родителям. Ничего не должен. И только из-за хороших отношений с родителями, из-за любви родительской к ребенку, ребенок сам открывает в себе желание помочь. Понимаете? Вот и все. Это все делается на любви, а не на том, что ты должен родителям что-то делать. Это когда тебя родители рожают, они должны подумать своей головушкой, смогут ли они тебе дать базу, комнату свою уютную с игрушками, школу хорошую, кружки какие-то. Это родители должны думать. И когда родители себе скажут, нет, я не могу этого дать ребенку, они не должны тебя рожать. А у нас же все наоборот. Я хочу мальчика и девочку. Сука, у тебя квартира однокомнатная с двумя собаками, у тебя жить негде, где ты, мальчика, где ты? А я хочу мальчика и девочку. Бог дал на одного тарелку борща и на другого дас. То есть в наших умах мы ограничиваемся тарелкой борща. Так нельзя поступать. Если женщина терпит измены, делает вид или на самом деле не замечает, на какой чакре она? Она не на чакре. Она в жопе жертвы. Тут чакра ни при чем. Она жертва. В ней живет дух жертвы. И она это все терпит. Королева такого терпеть не будет. конечно если королева не любит всяких таких сексуальных фантазий и игр, которые тоже не против сама развлечься, предложить а не стать ли нам какими-нибудь свингерами. А если эта королева не приемлет деление своего сауца с кем-то еще, то королева быстро фыркнет. А там жертва живет, которая ну спасибо, что так. Ну спасибо. Понимаете? Это вам на курс анти-жертва. Привет, Томилочка. Ой, аж спотонуло. Да, к мудрости меня привел опыт, поэтому не бойтесь опытом. Люди, которые терпят в этой жизни были плохими в прошлой жизни. Это очень размазано. Плохими они были. может быть, они не были плохими. Приветики, пистолетики. Привет, Сереж, сто лет тебя уже не видела вообще. Думала, забыл, забыл, разлюбил. Кинул! А женщина спросила про долг. Мне кажется, уже можно забыть и отпустить. Значит, так надо было, что у вас забрали эти деньги, или вы должны были отдать. Да, я с вами отчасти согласна. Когда мы даем в долг, послушайте внимательно сейчас сюда. когда пришла самая близкая подруга, ближе некуда, и просит подруга, займи мне тысячу. Ты себе задаешь вопрос, могу ли я подарить ей тысячу? И если ты отвечаешь да, ты даешь ей эту тысячу. Приходит подруга и говорит, займи мне 10 тысяч долларов, я знаю, у тебя есть. И ты себя спрашиваешь, дорогойся, ты можешь ей подарить 10 тысяч долларов? И явно вот в душе происходит нет, не могу, ты говоришь, извини, дорогая, но я не могу тебе занять эти деньги. Ну вот не могу. Все. Подруга, которая подруга, она действительно поймет, подруга, которая хотела вас использовать, она говорит, а я думала, это у меня подруга. Да, то есть вам такая подруга не нужна. По поводу забыть и отпустить. Отпустить надо постараться отпустить. Отпустить, что значит? Это не накручивать себя, не думать, все время не крутить вот эту шарманку, она вас съедает. Но забыть, простить не получится. Потому что все это прощение, как я говорила, в эту стрелу закопайте себе в желудок. Вы будете болеть, она вас будет разрушать. А вы знаете, почему будете болеть? Потому что на самом деле эта обида не смоется. Вот и вы ее там оставите. Вы можете ее загладить, вы можете сверху пыль вытереть. Это знаете, как помыть полы, а под кроватью не помыть. Вы то же самое с собой сделаете. Поэтому мое вам предложение да, отпустить это, сказать обязательно вот этой подруге то, что вы думаете, то, что вы считаете. И вам станет легче, вам очень сразу станет легче. Может быть, такой еще вариант, смотрите, тут непонятно, кого проверять. Может быть, вы когда-то занимали деньги и не отдали. Может быть, вы занимали очень мало денег. По сравнению с этими вашими 50 тысячами, вам кажется, это копейки. Вы занимали 5 рублей когда-то, но не отдали, а с вас взяли в пятикратном размере. Ну, вам же кажется, ну, я же 5 рублей занимала. Что за ерунда? Или у кого-то украла? А всегда на энергетике берутся, берут с тебя больше. Украл карандаш, у тебя украдут машину. То есть, мы платим по заслугам всегда больше. Поэтому тут, конечно, я не веду, я не могу видеть, что случилось между вами и вашей подругой. Я могу только предположить, да, и проиграть какие-то моменты. Но сказать ей, что так друзья не поступают, я считаю, вы обязаны, потому что через рот вы проговорите то, что хотите сказать, оно вас просто не будет пожирать. Но я вас убеждаю, что вам будет это сделать страшно. Вы не готовы к этому, вам страшно. Вы не можете просто понять, что она не ваша подруга на самом деле. Бывают, люди скрываются под маской подруг и дружатся так 20 лет, а это люди просто вас используют. Вы хотите, чтобы вас использовали? Да лучше ни одной это подруги не имеют. Вы должны обязательно это проговорить, обязательно проговорить. Поэтому, видите, это очень как бы двоякое. Давайте не будем разбирать нишу политиков и обычных людей. Это два разных слоя, абсолютно два разных слоя. У политиков своя дребедень, целый день, целый день. Мы с вами далеко от депутатов, политиков, мэров, пэров, поэтому мы варимся в своем болоте и мы должны разбирать свои ситуации, а не думать, как там они богатеют или беднеют. Понимаете? Вот люди с Африки на нас посмотрят и скажут, что за дурью вы занимаетесь, нам бы воды. Понимаете? Ну, как бы это слои, мы не должны туда лезть. Я в Крыму, какой Лос-Анджелес? Финансовая помощь от родителей тоже накапливает кармический долг? Нет, ребят, вы немножечко путаете, послушайте. Родители от доброго сердца, от своей всей любви дают вам, причем на уровне головы, они не должны от вас ничего ждать взамен. Это дается по сердцу. И если вы не свинья, как бы не свинья, вы, когда встанете на ноги или я не знаю, в каком положении, вы не обязательно должны родителям возвращать этот долг, а дайте им любовью, отдайте им заботу, если у вас нет деньгами помочь. Ну, это очень индивидуальный случай, я же не знаю, что там у вас точно происходит. Но, знаете, для родителей порой звонок, он гораздо важнее, чем деньги. Юлиса, ну, это же очень жестоко, тем более за 50 тысяч. Ребят, поднимите, пожалуйста, руки, для кого 50 кусков это фигня? Я не знаю, конечно, как вы там живете, что из-за 50 тысяч это фигня, вы знаете, а вот у моей мамы пенсия 10 тысяч, и чтобы прожить ей в месяц на 10 тысяч, она должна тратить 300 рублей в день. Для моей мамы 50 тысяч это огромная сумма, это благо ей помогаю я. Вот если бы не было меня, 50 тысяч это для нее огромная сумма. Почему моя мама, копивши эту сумму для чего-то, должна отдать была подруге, и подруга должна сказать, ты что, ты что за 50 тысяч будешь что со мной делать вообще? Вы понимаете, что для некоторых тысяча рублей это большие деньги. ко мне, вот я сейчас начну курс новый для лица, это будет повтор предыдущего курса. Кстати, ребят, кто хочет записаться, повтор предыдущего курса, он просто мощный, я еще парочку омолодительных техник туда внесу, просто бомбических заговоров, короче, таких ведьмаческих, экстренное омоложение. Вы знаете, что ко мне не могут прийти некоторые женщины, потому что для них тысячи это много, вы можете сейчас упасть, но женщину, которая себя родила, мальчика и девочку, которая осталась без мужа, потому что он живет на первых двух чакрах, которая работает в садике, зарабатывает 8 тысяч рублей, расти в двух детей тысячи это много. И вы знаете, я вам хочу сказать больше, я бы, вот лично я бы не согласилась отдать 50 тысяч и про них забыть. Я не понимаю, почему я должна это сделать? Ну, у меня нет ответа, почему я должна это сделать. это не подруга. В моем круге не должно быть такого человека. Поэтому, если для вас 50 тысяч это фигня, давайте я вас свяжу вот с этой прекрасной барышней, которая, в принципе, и страдает от того, что у нее нет 50 тысяч, а на 50 тысяч, знаете, она может съездить в хорошее путешествие, себе позволить. Давайте я вас остыкую, и вы просто пополните эти 50 тысяч, и вам плюс карму, и ей хорошо. Да? Смотрите, как интересно. Прощайте, друзья мои, прощайте, 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 а потом вы будете приходить к другим людям, вот таким, знаете, там на вебинаре, и говорить, почему мне так в жизни не везет? Я же всех прощаю, я же и правую щеку подставляю. Да услышат меня те, кому надо это услышать. Если вы не, если вы не готовы к этому, ваш брейн не открыт, вы будете прощать, прощайте. Прощая, вы отбеливаете своего обидчика. На энергетическом уровне вы его отбеливаете, а все, что он делает по отношению к вам, идет на вас. И поэтому мы часто спрашиваем, это же святой человек, он всех прощал, почему же с ним так поступают? Когда ты всех прощаешь, тебе дают еще раз по голове, еще раз по голове. Не надо никому зла причинять, надо отдавать человеку то, что он послал вам. Человек поступил так с тобой, и ты ему отдаешь то, что он поступил. Ты вот эти свои все переживания из-за того, что причинил тебе этот человек, ты отдаешь ему обратно. Мне чужое не нужно, мне не нужны для тебя переживания. Бери их обратно в зад, дружочек. не поняла про облачко. А если вы начинаете жалеть, все-все прилипает к вам, и вы думаете, блин, в чем же я не прав? Давайте развяжем какой-нибудь кармический узел, я же всех жалею, всем все прощаю. Вы знаете, допустим, да, прощать нельзя, они же вас не пожалели. Вы поймите, что я несу в этом подтексте прощать нельзя. Это не значит, что я сейчас буду сидеть и тыкать ему глаза на кукле, да, вуду. Нет, я не это имею в виду. У меня просто здесь в головушке вот четко лежит, почему я должна на себя брать то, что мне сделали. Я беру вот так, взгребаю в кучку, что мне сделали. Вот так беру, сгребаю эту энергетику и отправляю обратно этому человеку. Бери свое себе назад. Все. Поэтому не надо мне писать, друзья, ничего плохого. Не надо. Я еще та. Лучше ничего не пишите. А если родители должны деньги и не отдают? А если отдают, то по копейке каждый год. Что делать? Послушайте, с родителями, ну я бы вот с родителями не брала. Вот я бы с родителями ни копейки не брала. Я только даю. Даю, даю, даю. Я понимаю, что родители, ну моей маме очень тяжело. И у меня есть куда деть эти деньги, поверьте. У меня, у меня есть куда их деть. Но я отдаю их маме. Потому что я понимаю, что ей гораздо тяжелее. Она не проживет на 10. Она у меня будет ужасная. Старость. Я хочу, чтобы она в свои 64 года жила и не думала о том, что я надо два крылышка купить. Она у меня... Ой, ладно, даже не буду. Я расплаткалась просто, когда она мне это все... Игровые зависимости это очень плохо. Вот что я не думаю. Это дух такой. Игровые зависимости. А, вы знаете, у нас с вами нет столько ума, девочки. Когда мы выходим замуж, я выходила за игрозависимого и за алкогольного зависимого человека. Первый мой брак был. Я думала, что я такая писечка-королевочка, что вот я как бы пойду сейчас в свою жизнь и сразу нас все бросит. Нет, он ничего не бросил. И мне пришлось после семи лет бросать его. Поэтому, где ваши мозги, когда вы выходите замуж за игрозависимых? Есть некоторые подробности. Она никогда не работала. Муж шабашит, сломал ногу. Жить не на что. Поэтому она у меня их попросила. Но мужу не сказала. Я тряпка. Мужу она не сказала. Смотрите, дорогусик, она никогда не работала. Так вот, когда в ее семье муж сломал ногу и не мог работать, у нас там семья, да, вот из двух мам и папа, то есть она должна была найти себе работу. Но зачем ей напрягать свои рученьки и ноженьки, когда рядом живет такая подруженька, от которой можно сосануть. Это не подруга. Послушайте, я вам серьезно говорю. Это не подруга. Она должна была пойти искать работу. И все. Она этого не сделала. потому что есть рядом вы. Это удобно. Простите, как этим не воспользоваться? А вы работайте над собой, над своей тряпочностью. Работайте. Подруга обиделась, потому что не пошла с ней тусить. Почему люди не понимают отказов? Камилочка, еще раз говорю, что это не подруга. Это какие-то другие отношения, но не подруга. Потому что, когда мне моя подруга скажет, знаешь, я не хочу, я не обижусь. Ну, конечно, блин, так впаду, ну ладно, но я не обижусь, потому что я понимаю, что у нее есть какие-то свои желания. Ну, и все. Ребят, вот эта подруга, подруга, это приятельница, но не подруга. Подруга игнорирует мои звонки и перезванивает через сутки, оправдывается. Я со своим кавалером была, понимаю, что я из-за этого вообще не страдаю. Это не подруга. Это не подруга. Посмотрите, вы обманываетесь. Вы обманываетесь. Вам будет больно потом. Когда ко мне на свидание девочка опаздывает, которая как бы там моя новая подруга, она опоздала один раз, ну мало ли что-то случилось. Опоздала второй раз, опоздала третий раз, она мне больше не подруга, не подруга. Серьезно, я вам клянусь. Все. Разговоры заканчиваются вообще. Я считаю, что если подруга опаздывает, она должна посыкать, дорогая, не выходи, я тут там обкакалась, я не знаю. Понимаете? Она этого не подруга. Все очень по-жесткому. А вы мямлите. Ну вот смотрите, вы отдавали деньги, заведомо догадывалась, что не получу их обратно. Но они у меня и так не лишние, мне ее жалко. Все. Вопрос на этом закрыт. Вот эти вот слова, мне ее жалко, я догадывалась. Все. Вы не получите своих денег. Расстаньтесь с ними. У себя в голове. Все, друзья. 30 секунд осталось. Блин, простите, пожалуйста, я такая трепуха. Тут столько комментариев. Я очень извиняюсь, что не... Ну, я на них не отвечу до конца. Горловая чакра болит. Вот Газматов пишет, говорит, хуйню несешь. Ну, кто-то ж хоть должен понести, блин. Дайте это сделать мне. Прощаюсь с вами. Сейчас буду ставить пост про словечки. Читайте, пожалуйста. Ставьте лайки, делитесь со своими друзьями, как-то поддержите меня. Хорошо? Пока.